Всем привет! Меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik TV. Я знаю, мне нужно подстричься. Но сегодня я вас хочу взять на очень интересную экскурсию в недавно открытшийся Apple-магазин, который находится в Grand Central Terminal в Нью-Йорке. А это очень интересный магазин по тому формату, как он построен и где он находится. И сейчас я вам это всё покажу. Спонсор этого эпизода — RuRam.TV. Это более 50 русских каналов в любой точке мира. Также RuRam.TV предлагает вам архив за последние две недели любого канала и русские иностранные фильмы. Все иностранные фильмы, конечно, будут с русским переводом. Также для зрителей Geek Sputnik, которые зайдут на RuRam.TV и вставят код GeekSputnik, получат 15% скидку с каждого месяца на протяжении года. Так что заходите на RuRam.TV подписывайтесь и смотрите русское телевидение. в любой точке мира. Для того, чтобы нам добраться в Нью-Йорк, нам необходимо сесть на поезд. Потому что туда, конечно, можно ехать на машине, но на машине просто слишком сложно в Нью-Йорке вообще передвигаться, поскольку столько машин и столько людей, что лучше просто поехать на поезде. Новый Apple Store находится на Ис-42 улице в Нью-Йорке, находится внутри Grand Central Terminal. Это огромный вокзал, который был построен в 1871 году. И тут как бы сюда сходятся поезда с разных городов по восточному побережью США. Сам Apple Store как бы построен очень интересно тем, что он не закрыт от остальной станции, то есть это не отдельное помещение. Он находится, сам магазин на втором этаже, то есть вот этот вот балкон, который идет вокруг всего второго этажа, а вы туда просто поднимаетесь, и у вас просто стоят столы с компьютерами, с iPad'ами, с iPhone'ами, где любой человек может подойти и сесть за компьютер, зайти на интернет, а послушать музыку через iPad или iPhone и играть, в общем, со всеми, то, что есть на столах. То есть это вы больше чувствуете как интернет-кафе, чем какой-то магазин. И теперь вся информация о продуктах стоит вот в таких вот как бы iPad'ах, которые в таком стеклянном как закрытии в таком, то есть вы можете нажать, попросить, чтобы к вам кто-то подошел, вот если вы нажмете ES, подойдет к вам, кто-то поможет, а вы можете сравнить разные компьютеры, посмотреть, какие у них данные, то есть рядом с каждым продуктом стоит свой отдельный вот какой-то iPad, с которым вы можете как бы интерактивно работать и узнавать всякую информацию и вызвать себе помощь, если вам там кто-то нужно, что подошел, что-то вам объяснил. Здесь выходят люди для того, чтобы или перейти на другой поезд, или для того, чтобы просто выйти в Нью-Йорк. Если вы заметите, нигде нету касс, потому что все кассы встроены вот в эти столы, которые убираются, каждый раз, когда человек встает, подходит человек и убирает этот стол, и везде ходят люди в синих рубашках, которые всегда вам готовы помочь, и прямо на месте взять у вас вашу ковидную карточку, и взять у вас деньги через такие маленькие айфоны, которые они с собой носят. Конечно, как в любом Apple Store у вас и здесь тоже есть Genius Bar. Это то место, куда вы приходите, когда у вас есть какие-то проблемы с вашими Apple продуктами. Вы можете посмотреть эпизод, насколько сейчас просто наметить встречу с человеком в Genius Bar. Мы об этом показывали в предыдущих наших эпизодах. Но, когда вы приходите в Genius Bar, вас уже ждет один из рабочих Genius Bar, и они вам покажут, как использовать эти продукты, если вы не знаете, как им пользоваться, или помогут вам починить из вас какие-то поломки, поменяют вам на новый продукт, или просто заберут у вас компьютер по гарантии, и потом вы придете и заберете новый уже починенный компьютер. Ну, а после того, как вы починили ваш Apple device, и у вас хорошее настроение, вы можете пройти всего лишь пару блоков от Apple Store и выйти на Times Square. Здесь мне вам рассказывать нечего, просто хочу вам показать, как красиво выглядит в Times Square ночью, и надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Продолжение следует... Огромное спасибо всем, кто смотрел этот эпизод, я надеюсь, что вот такие вот нестандартные эпизоды вам интересны, а если у вас есть какие-то мысли или идеи, не забывайте оставлять нам это все в комментах, а не забывайте оставлять нам лайки, следите за нами на Facebook, Google+, Twitter и ВКонтакте, и, конечно, заходите к нам на веб-сайт и оставляйте там ваши мысли или все то, что вам приходит в голову. Огромное вам спасибо, что вы смотрели, всем пока, увидимся на следующей неделе.